добрый день еще раз всем и наконец таки мы начинаем в матч второго полуфинала у нас играют ох уж эти китайские ники еще раз my god с educated cove и так чтобы было понятно my god у нас сверху educated cove соответственно снизу первый матч у нас золок нет хотя может быть и да за улок с таким интересным уже идут и суммы и отличия европейских колод от китайских может быть какая-то интересная вариация за улока но посмотрим давно уже многие на самом деле за улоки мечтают о том чтобы у них было одно а у и и возможно это неплохой выбор стоит нам перенять китайский стиль и так здесь educated cove думает выставлять или не выставлять у нас жонглера ну довольно таки интересный был выбор да нет все на самом деле сыграно обычно жонглер умер от мурлока кстати мурлок паладин интересно в нашем европейском регионе мурлок паладина было довольно таки много также и в азиатском и сейчас эта колода показывает себя просто великолепно сейчас конечно же нужно добирать карту желательно чтобы это было существо чтобы получить еще один кинжал ну тут думать нечего все таки 21 лучше чем 11 вряд ли получится настолько сильнее разогнать но существо брать нужно этот кинжал просто необходим и желательно чтобы и второй кинжал попал именно в цель сейчас разбрасываться лишним дымагом по столу нельзя и теперь он думает еще пойти дальше разменяться жонглером ну кстати возможно это и хорошая идея ведь если нет освещения то весь стол скажем так выживет но это было бесполезно и все мысли были бесполезны потому что есть освещение и у зоу лока на самом деле сейчас очень очень неприятная рука и просто отвратительнейший топ дек аргуса на 3 маны при пустом столе ну удачи да конечно есть что уж там говорить конечно освещение зашло великолепно но 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 этого следовало ожидать собственно мурлок паладин так и играет и тут нечем удивляться но зоу лока нужно быстрее быстрее все выставлять да у нас игрок из команды ньюби май гад даже не думая разыгрывает все по мане делает довольно таки простой интересный ход не тратит рывок оставляя его в качестве ремовала посмотрим ну что рискнет сделать им положен вокалита если и тут ему не повезет то наверное будет грустно нужно брать переполняющую мощь для летала нет никакого смысла брать а вот колера ну может быть он думает конечно ликит лена чтобы подконтроливать у нас силу героя паладина ну как по мне переполняющий мощь это единственный правильный выбор здесь какой смысл от одной карты когда есть четыре урона практически бесплатных посмотрим положен на 2 прекрасно 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 если честно я уже думаю что практически невозможно здесь выиграть у нас золоку но мальча с мордок паладинами все очень очень длинный и нам придется досмотреть его до конца ну есть и приятного на самом деле страна мордок паладин сейчас отлетит и как бы мы его больше не увидим ох уж май гад ему действительно очень сильно везет и топ-деки у кого просто отвратительные здесь единственный возможный ход это разограждение играть гиганта я думаю так и сделает тапаться и надеяться на что-то уже совсем поздно нужно хоть какой-то делать скажем так упор на стол захватывать темп даже возвращать его все-таки сами понимаете насколько был сильный удар от освещения и золок уже вряд ли сможет оправиться да есть 2 маргал вратности и это не стать не самый лучший это вариант иметь сразу эти две карты чуть ли не старты в руке но сами видите топ-деки все таки приходят приходят мурлыки я думаю скоро он его и разыграет возможно сейчас вместе силы героя по мане смотрится отлично да и мурлок еще и ударит на 5 он просто крайне сложная ситуация в той в том матч аппе где паладин должен терпеть и отбиваться и отбиваться происходит такое на самом деле сейчас смотря на колоду какого можно сказать что он слишком сильно и утяжелил очень много карт которую не может разыгрывать сходу вот это ауе может быть оно немножко и лишнее все-таки золоку нужны карты которые можно быстро выпускать в бой полонить стол из кастов максимум утяжелить колоду имплоуженами и переполняющей мощью но никак не еще и одним ауе ауе смотрится слишком слабо даже очень кто ожидал что на восьмом ходу мурлок паладин просто изничтожит целого лока но так и случается довольно таки необычно и я бы сказал просто удивительно что так так произошло ну будем смотреть дальше мурлок паладина мы не увидим поэтому скорее всего матчи следующие у нас будут несколько быстрее идти это у нас напомню второй матч четвертьфинала gold series spring то есть весенний отборочный на блюзкон китайского региона сейчас можно прослушать интервью но я не буду включать звук китайский слишком трудный язык чтобы его понимать даже так напомню что первый матч у нас был ксингсу против пегу и пегу у нас обыграл ксингсу со счетом 3-2 на самом деле там было довольно таки необычное противостояние и пегу скорее повезло потому что на последних двух матчах сингсу совсем уже не заходило и ну получилось как получилось скажем так my god кстати на эту партию является серьезным скажем так лидером букмекерские конторы отдают ему предпочтение 64 процента на 35 а это вполне себе мощный такой результат ой механо маг давно я его не видел уже где-то год интересно если он играет против друида оставлять конечно же нужно нужно механосборщика но это самый основной у нас дроп ледяная стрела я если честно не очень знаком с китайским регионом я не знаю как они часто играют бойцов дарнаса но если играют часто то наверное стрелу можно оставить потому что да нет скорее всего я бы не оставлял все таки нужно надеяться на поимку каких-то механизмов которые смогут усилить второй и там третий и дальше ход все таки он так и делает да и появляется у него первый дроп боже мой это очень сильная рука сейчас просто сумасшедше сильная и друиду будет невероятно трудно из этого всего выкропаться да есть буйный рост да он есть кстати возможно здесь я бы сыграл бойца дарнаса буйный рост зачастую смотрится лучше но не здесь да он так и разыгрывает потому что очень будет слабо не забрать вот этот первый дроп который может превратиться моментально в 3-2 итак вот такой сейчас стол имеет против себя у нас май гад он разыгрывает буйный рост ну и тут он короче получит по полной ну чтоб вы понимали это самый самый лучший заход мех мага который только может произойти ничего лучше чем вот это быть не может да тут приходит размах и размах я бы дал наверное на самом деле механосборщика очень странный очень непонятный ход я думаю что может быть такая ошибка была сделана из-за того что он не играл против май гад ну в смысле темпа мага очень долгое время видите сразу 2 существа за 3 маны вышло ну посмотрим что украдет ну да возможно это лучшее что можно здесь украсть май гад не уверенно смотрится в этой партии и мне он совсем здесь не нравится ну здесь довольно таки хорошие размены остаются в живых у нас два существа плюс ложится миррор ну и пингом можно подконтролить довольно таки неплохо слишком слишком хороший был старт у мех мага я бы даже сказал что как только увидели мулиганы мы с вами этих двух игроков в начале можно сразу же практически похоронить у нас друида шансов выбраться из такого ну практически нету практически нету раздумывает что же делать как правильно разменяться он решает на самом деле неплохо оставить в живых у нас танка паука думает что он так и так разменяется причем наверно пинг был довольно таки странным решением зачем его было делать когда он так и так разменяется в 4-3 ну довольно таки странная ситуация ну все таки сделал пинг и оказался прав потому что у танка паука остается 1 хп и эта ситуация как раз таки под эм под чистку стола выходит у нас гном все по мане шансов у нас других нету не забываем что висит самый лучший секрет который только есть при игре против друида это мир ловушка друид крайне тяжело ее обходить я бы сказал практически невозможно и вот так он разыгрывает я думаю сейчас нужно будет сыграть пинг в лицо и выставить раздражатора отдавать сейчас антонидоса было бы скорее всего не лучшей ситуацией не лучшей игрой потому что нужно схватить один шар в конце концов у друида останется 10 хп и на восьмую ману не факт что он захилится как то раздумывает у нас эдюкейтед коф да он все таки так и делает не идет в размен идет в лицо и пинг нужно давать в лицо то же самое хотя если так уже подумать если все пойдет слишком плохо допустим выйдет какой-нибудь киперовый лайт который засалит но выходит ситуация выходит карта намного хуже чем киперов злайт выходит друид который дает таунт и этот таунт конечно же нечем вычистить хотя почему нечем будет обмен здоровьем именно с друидом и крошер разменяется я не думаю что здесь хорошей игрой было бы выставить пиротехника нужно меняться нужно смотреть что выпадет из своего крошера но все таки пытается обдумать пытается возможно просчитать сколько сколько именно нет все таки не думает хотя можно было почитать на самом деле если это свап у друида остается 4 хп выходит ну нет наверное все таки это совсем слабая игра ну то есть 4 урона от даже забыл какого зовут поджигатель 4 урона от него кстати да интересное у нас существо овца но но есть ремувалы у май гада он отлично все разыгрывает и играет дерево на хилл механизм шикарно на самом деле заходит шикарно стоп я б наверное подумал еще разочек на месте дикете да потому что подавцу все таки он играет вот так рискованно и для него просто все шикарнейшим образом да даже супер шикарнейшим образом получается овца взрывает дерево и все выстрелы идут как нужно ну может быть и молодец он в этом плане сложная ситуация у нас о май гада и я думаю сейчас он поймет что нужно сдаваться шансов нет практически никаких нужно играть друида на на наверное на рывок убивать 5-2 существо и тогда ему грозит только сколько 13 урона в лицо на следующий ход и он может защититься от 13 хп только сделав силу героя ну я не думаю что конечно же это ему что-то принесет а нет ну видимо он даже не хочет как-то продлевать свою жизнь понимает что это ни к чему не приведет пытается достать что-то из крошера хотя практически ни одно существуемое не поможет и да вот так он сдается все таки людей educated cof забирает одну партию молодец что сказать и мы уходим на небольшой перерыв до третьей партии не было что ух что мы не Продолжение следует... 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 что 35 главарь бесов классно не так уж это классно как оказалось но кипера могло быть и не быть ну тут нужно скорее всего играют все таки ладхи болотки даст максимальное количество статов и если у нас главарь бесов и аргус разменяются вряд ли пойдут ремуалы которые смогут легко забрать думает он все таки что делать думает наверное ноты игрой жонглера и сержанта и думать на кого накинуть наверное жена главаря бесов неплохая игра будет говоря безов больше жизни и останется 2 после размена в лицо не самый лучший ну придется наверное размениваться и все-таки хочет он хочет чтобы скинжал попал куда нужно но он не попадает до 5 кого не везет самом деле уже на протяжении всей партии ему не очень-то заходит не очень-то выруливает снова играет пеньков на зачистку в принципе ситуация к этому располагала да и вариантов на самом деле других не было полностью защищает стол друид это очень здорово для него и вот та самая ситуация было бы хотя бы 7 маны можно было сыграть как-то иначе я думаю это будет ладхи пысо в лицо а нет но это же 8 мана в принципе это еще может зарешать поэтому наверное стоит разменяться все-таки нужно один кристалл разбить потом это не будет иметь никакого смысла друид когти на самом деле я уверен что ков не очень хочет увидеть именно это существо но оно пришло нужно какой-то буст по атаке для ладхиба сначала вот такой буст для атаки но это слишком классно было бы достать сейчас сержанта например или на самом деле имп наверное здесь лучше смотрится чем переполняющая мощь переполняющая мощь конечно всегда у нас приоритете но все-таки имп это существо а существ спамить против друида всегда приятно потому что неоднозначный у него приму в виде размаха и да на самом деле так и делает выбирает он имп выбирает он 32 существо которое ему поможет в дальнейшем наверное тут нужно разыгрывать конечно же харрисона харрисона это какое-никакое существо со статами хорошие как хорошими для его маны средними но какие есть опять опять сложная ситуация у нас надо выставлять существо на стол и надо меняться пауком нужно играть йола с кинжалами классно было бы сейчас кинжал попал в друида когтя чтобы можно было разменяться существом 2 2 ой так и случается он так и разменяется сто процентов и вот с помощью переполняющей мощности можно сделать шикарное value до разбиться и нет наверное от хибом я бы все-таки шел в лицо хотя кто знает если бы вы получили тела маленькое существо например с одной атакой кинжал мог бы убить его а так есть крошер у нас но топ теки мои гада просто поражают дворева и дворева практически хоронят его даже больше скажу тут выиграть практически невозможно наверное уже нужно один рев отдавать его контроль интересно что же он выберет да он выбирает идти в лицо скажем так он уже настраивается на летал то есть настраивается на самый крутой топ дек я не знаю сколько у него карта осталось в колоде но не меньше 17 и наверное где-то так он не дровался и нет на самом деле уже даже не важно он и так и так не попробует поймать своих пеньков потому что тут заходит у нас классный рывок уходим как всегда на самую маленькую паузу вернемся буквально через несколько секунд и и и и и и и